Внутри этого красочного автомобиля, велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы, макеты, элементы уличной дорожной сети. Все это оборудование привезли в детский лагерь для того, чтобы юные пешеходы научились правильно вести себя на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Переоценить профилактику детского дорожного транспортного травматизма крайне сложно. По сей день это остается забота и педагогов, доп. образования в том числе. Мы позволяем окунуться в небольшой взрослый мир, почувствовать себя участником дорожного движения не только пешеходам и пассажирам, но и побывать в роли водителей. Отдыхающие в лагере «Арго» смогли покататься на велосипедах и узнать правила безопасного управления ими. Ребятам предложили показать виртуозность вождения. Почти все справились на отлично. Также сотрудники ГИБДД провели учебные занятия по безопасности дорожного движения для пешеходов. Мне здесь очень сильно понравилось. К нам приезжала лаборатория ПДД. Я ходил по многим станциям, развлекался. Нам везде объясняли, что нужно быть аккуратным на дороге. Я катался на велике и соблюдал правила дорожного движения. Ребята вспомнили правила перехода через проезжую часть, узнали, почему на дороге необходимо быть заметным. Педагоги и сотрудники госавтоинспекции рассказали ребятам, что такое световозвращатели, научили их делать и объяснили, зачем они нужны, почему нельзя перебегать дорогу в неположенных местах и чем грозит несоблюдение правил. На настоящий момент у нас на территории города зафиксировано рост практически на 50%. По неосторожности самих детей у нас произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Но в настоящее время в связи с проведением профилактических бесед за последнюю неделю дорожно-транспортных происшествий с детьми не зарегистрировано. Всего за пару часов дети успели побывать в роли автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, вооружились новыми знаниями и пообещали быть примерными участниками дорожного движения. Это нужно детям. Сейчас очень насыщенное движение в городе, поэтому они должны знать, как себя вести на дорогах и на тротуарах тоже. Сегодня ребята сами повторили правила безопасности дорожного движения. Дети и педагоги, сотрудники госавтоинспекции заинтересованы в занятиях, ведь подвижные тематические игры и командные задачи по ПДД находят отклик у ребят. При помощи таких игр запомнить правила дорожного движения детям намного легче. В подарок от лаборатории безопасности детям вручили сувениры. Елена Чернявская, Петр Паломиев, События.